всем здравствуйте всем хорошего прекрасного воскресного дня хотя не сказать что у нас именно сегодня такой день хочу отметить по погоде и по природе вчера было солнышко вчера было так хорошо к вечеру поднялся очень сильный ветер сегодня пасмана и знаете я сегодня хотела хочу необычно начать наше видео необычно начать наш влог я не знаю как он продолжится и чем далее закончится возможно выйдет коротенькое видео но некоторые как раз таки и любят короткие видео хочу я начать его с ответа на один комментарий который прилетел 11 часов назад мы проснулись прочитали его и вы знаете я хочу ответить не пишите пожалуйста века пройди мимо и не обращая внимания здесь немножко иная ситуация значит пишет олеся хмал я сейчас поставлю скринку сможете увидеть сами вы не задавались вопросом зачем мужу это украшение на руке многоточие очень некрасиво показывает такие вещи на всеобщее обозрение второе многоточие вообще тату это способ дополнения себя в связи с психологической неполноценностью своему эго эго запомните не эго а эго то есть попытка преодоления комплекса неполноценностей и это факт другого объяснения этому нет вы знаете прочитав этот комментарий я сначала подумала что написал его ребенок но допускать такие ошибки и имеет такое примитивное понятие о тех вещах которые затрагивает данный комментатор в своем сообщении может только ребенок но первое вы не задавались зачем мужу это украшение на руке но тут элементарно просто почему я должна задаваться вы думаете я не в курсе вы думаете я получила мужа свое скажем так овладение пользования в свою собственность уже с этим тату и понятия не имею что это откуда и какой несет смысл вы ошибаетесь вы ошибаетесь и я знаю что вы подписаны на наш старый канал мы об этом рассказывали мы об этом показывали несколько видео было поэтому глупо об этом сейчас так говорить следующие очень некрасиво показывает такие вещи на всеобщее обозрение вы знаете я сейчас может быть немножечко так по взрослому и грубо скажу но некрасиво показывать вещи на всеобщее обозрение касаемо каких-то интимных вещей извините меня попу сиси и остальное вот это некрасиво показывать некрасиво показывать наружу скандалы некрасиво показывать наружу какие-то перемывки костей внутри семейные я так понимаю некоторые поняли о чем я говорю да некрасиво устраивать истерики на всеобщее обозрение обозрение обзывать людей некрасиво кого-то оскорблять унижать на всеобщее обозрение это некрасиво тату не попадает ни под одно определение некрасивых вещей если бы там было изображено извините меня сиси попы и остальное либо какие мерзости туда но если вы знаете есть племена есть определенная народности да вообще это целая такая арт индустрия когда люди на свои тела переносят фотографии своих детей свои свое семейство я не знаю извините меня купола и все остальное да и придают этому определенное значение это одно а когда наносится просто графический рисунок трабу рисунок и я думаю если вас эта тема затронула а я понимаю что у вас она затронула и я далее скажу почему то вы можете просто погуглить здесь нет каких-то определенных либо скрытых смыслов поверьте дальше вообще тату это способ дополнения себя в связи с психологической неполноценностью своего эго вы знаете глупо писать такой комментарий человеку который служил в горячей точке был на войне который матерям привозил груз 200 вообще глупо это писать тому ну вот автору который еще в принципе то пороха в жизни не нюхал понимаете и вы должны понимать что человек прошедший вот все вот это да он не будет свое эго тешить каким-то тату тут нужно понимать на чаше меру весов вот здесь я понимаю что это просто пишет ребенок ну и дальше завершается сообщение тем что то есть это попытка определения комплекса неполноценности коль вы затрагиваете такие тонкие материи про комплексы неполноценностей с помощью перекрытия их да тату именно вот прочитав ваше сообщение я вижу как минимум две проблемы две психологические проблемы ваши которые вам видимо не дают спокойно жить зайдя на ваш канал посмотрев ваши подписки я увидела один для меня не интересный канал но он интересный в контексте данного с вами сейчас диалога состоявшегося да и в контексте вот этого видео и вашего комментария я сейчас поставлю посмотрите картинки вот комментатор подписан именно на этот канал обратите внимание короче там и вы поняли это уже мы начинает менять в себе многое ну первое что он конечно делает начинает делать термоментом перманент себе глаз бровей бровей потом я себе увеличивал губы по крайней мере я шел вперед и искал себя но потом я решил все-таки немножечко поменять лицо сделать себе блефоропластику и тому подобное это я выглядел вот так вот через три дня после операции была у меня и такая фоточка такого вы еще не видели это уже 2006 год я думаю 7 даже да я соответственно начал потихонечку покрываться татуировкой у меня еще не так сильно разорванная грудь я еще потихонечку тренируюсь и в общем то так вот примерно с 2003 года по 17 я всегда весил порядка 120 килограммов и так как же все-таки я дошел вот до вот этого не знаю вот тот лысый парень потихонечку в какой-то определенный момент времени решил что рамок нет и вы представляете когда сейчас вы говорите эй брат ты все сделала для хайпа ты хайпуешь чтобы быть популярным ребята вот это 2008 год но такие фотографии стали уже потом известно не появились в интернете именно вот здесь я так вот выстрел я шелетова на труд джиме сейчас там большой прям очень известный популярный канал но собственно такая была фоточка это уже у меня удалены импланты вы видите швы под грудью я все еще умудряюсь остатками груди потихонечку чем-то дожимать но в общем то тогда я конечно конкретно и хорошо фармил и очень много хавал сейчас в общем то у меня такой потребности абсолютно нету в этом это немножечко абстракции почему-то все считают что я очень за ужасный человек но опять же основная проблема большинства в том что люди пытаются по внешней оболочки судить по внутреннему миру ну как можно это равно сильно потому что ты подходишь к человеку видишь что у него красная футболка и синие штаны пытаешься дать оценку тому что он сделает через секунду это же невероятно я выглядел по-разному я выглядел и вот так вот причем это все практически один момент одно и то же вот лето мог выглядеть так мог выглядеть так в общем то я всегда выглядел не знаю независимо от того что есть у меня внутри но здесь уже все здесь я уже становлюсь популярного здесь я и начинаю экспериментировать со внешностью ну потому что яркие фотки просто заходят в инстаграме абсолютно разное я могу быть не знаю вот вот от такого какого угодно хотите так в общем-то разница не за никакой и дальше поставлю фотографии понимаете вы посмотрели да оценили и это именно тот случай когда говорится и эти люди запрещают мне ковыряться в носу вот я намекаю вам уважаемая олесе вот ваша первая проблема начните копать я написала вам в комментарии что я могу глубже окунуться и вывернуть наружу вы знаете того образования которое получила в том числе и по психологии мне хватает чтобы четко явно как я уже вам сказал определить две проблемы я не буду сейчас выворачивать ваши триггеры наружу потому что это во первых некрасиво и я не хочу довести человека до депрессии а поверьте мне это можно судя потому что вы написали это легко просто и вот уже рядом пусть этим занимаются специалисты дипломированы с высшим образованием у которых нету тату хотя знаете у многих врачей хирургов кардиохирургов у многих психологов тоже есть тату и это не означает что они перекрывают свое эго это не означает что это попытка преодоления комплекса неполноценности и другого объяснения этому нет объяснений этому куча и и я еще раз повторю если бы вы были на нашем втором канале видели те видео которые мы снимали в блоге по поводу тату как игорь его сделал почему зачем вы бы такую глупость не писали и в принципе я смотрю вам комментаторы тоже ответили и я вам ответила в комментарии исследуя данной примитивной логике можно еще добавить и к этой категории с недоработанным эго скажем тогда мы можем отнести всех спортсменов которые добиваются результат политиков тех кто покупает дорогие и шикарные автомобили майбахи и ламборджини можно затести туда тех кто занимается коллекционированием любым любых вещей от монет не знаю до лопат сюда можно отнести тех кто заводит собак собак каких-нибудь бойцовских опасных пород они им по сути не нужны нет у них какой-то потребности в данной породе но они заводят они тешит свое эго кого угодно можно сюда отнести кто более-менее отличается от обычной серой массы серой мышки сидящий в офисе и тому подобное тех кто собирает оружие тех кто хранит это оружие те кто собирает мечи и луки тогда получается каждого можно сюда сгрести у человека есть возможность и он просто ездит ну скажем так на тойоте короли и тойота раф но он мечтает и хочет купить себе майбах он покупает он тешит свое эго по сути майбах не нужен можно так же ездить и на запорожце но до уровень майбах и запорожец как говорят меряются определенными частями тела всех можно сгрести под это определение но понимаете если бы человек не стремился к чему-то к чему-то лучшему может быть каких-то богатства иметь материальных может быть каких-то богатства иметь моральных но нельзя здесь говорить взрослому мужчине в 43 года что он пытается как-то утешить свое эго и как-то скрыть какие-либо проблемы это можно сказать мальчишки 12-летнему 15-летнему но никак уже мужчине который в принципе в жизни-то состоялся и у которого есть дети который прошел войну который отслужил который живой домой вернулся у которого есть семья у которого есть дети есть любящая жена в принципе есть все руки-ноги голова есть все и в голове смотрите вы пишите вы не задумывались над вопросом зачем мужу украшение на руке уважаемая леся а вы не задумывались перед тем как написать этот комментарий зачем он нужен и для чего и вы пишете о том что неполноценность попытка определения туда-сюда а вы хотя бы на секундочку когда написав комментарий и перед тем как нажав кнопку отправить задумались о том на как выглядит ваш комментарий как выглядите вы написав его и вы на секундочку задумались о том кому вы написали этот комментарий для того чтобы давать такие умозаключения нужно понимать нужно понимать для кого вы их пишете и нужно понимать зачем вы хотите чтоб я задумалась мне не нужно задумываться над этим вопросом я просто знаю почему зачем и как и поверьте мне мне это не доставляет никаких беспокойств меня это не мучает и не терзает так объясните почему же это мучает вас объясните я совершенно точно вам могу сказать я уже игоря знаю не один год и не десяток лет и за это время я достаточно изучила своего любимого человека своего мужа свою дорогую половиночку и у меня нет проблем так почему же проблемы у вас первая ваша проблема это грамотность вторая ваша проблема это воспитанность и этичность но о других двух психологических проблемах я не буду говорить на всеобщее обозрение это некрасиво и я не имею на это право но я вам советую обратиться к специалистам дипломированным и специалистам с хорошим послужным списком и достаточно богатым опытом потому что есть такие психологи которые начитаются книжек начитаются перепечатанных книжек из интернета такие некие доморощенные психологи и считают что они могут разбрасываться диагнозами и определениями налево направо но так вот если вы скажем так что то там где то прочитали что то где то выхватили из контекста и решили что вы психолог можете раздавать советы налево направо в которых никто не нуждается но по крайней мере мы не нуждаемся это был глупый совет это был глупый комментарий и здесь не прослеживается знаете ни сарказма здесь не прослеживается какого-то лицемерия нет это просто глупый бестолковый необдуманный комментарий определяют это еще таким образом знаете как в глубокую медную трубу без дна ну вы поняли да я здесь стараюсь быть максимально вежливой чтобы не дай бог не задеть и не называть вещи своими именами потому что натура я так смотрю здесь очень такая тонкая ранимая так вот вам ли говорить о тех или иных вещах затрагивать те или иные вершины будучи подписанным на канал Саши Шпака по моему так он называется я сейчас не буду углубляться и высказывать свое мнение по поводу этого человека и данной личности я не хочу отнимать ваше время я не хочу вообще в этом мусоре копаться и разбираться но человек который подписан и смотрит этот канал я считаю глубоко некомпетентен в данной ситуации в данных определениях и мне кажется вы сами себя просто выставили на посмешившие не более того ну а за 7 я буду заканчивать наговорила я много и либо выпущу отдельным это видео либо дальше будет следовать влог влоги у нас да немного запаздывают я на стриме вчера говорила после пережитого стресса 1 августа у меня были некие проблемы с давлением были некие проблемы вообще с головными болями и как доктор сказал что ты была в шаге от инсульта поэтому весь этот месяц я проходила лечение проходя все-все обследования проходя МРТ, КТ и все остальное выяснилась причина моих головных болей это элементарно стресс и мне сейчас выписали естественно покой естественно поменьше работы каких-то эмоциональных стрессок и тому подобное потому что может повториться этот эпизод и закончится плачевно соответственно немного по влогам у нас затормозилось ну как затормозилось я все снимала каждый день каждый день беру камеру снимаю влоги монтирую каждый день но произошел сдвиг плюс у нас были в гости у Александра была операция соответственно вы должны тоже понимать это и эмоциональное переживание и затем нужно уделить внимание гостю уделить внимание гостю который пережил уже операцию а помимо этого у нас еще и работа соответственно вот такой небольшой у нас растянутый период и запоздание получилось но все выровняется поверьте разница между влогами сократится и все будет хорошо самое главное чтобы вам было приятно смотреть чтобы у вас будучи на нашем канале и просмотрев наши видео поднималось настроение чтобы вы получали заряд бодрости чтобы обязательно вы черпали какую-либо полезную для вас информацию потому что девочки пишут девочки говорят Вика вот по твоему совету сделала то-то то-то купила то-то приготовила то-то еще что-то и я вижу и вы говорите об этом что в вашей семье ваши дома какие-то лайфхаки советы мои приживаются и вам они нравятся и вам они полезны именно для этого и создавался канал не только как вот хобби но для того чтобы нести какую-то полезность не нести какую-то чушь с экрана какие-то там эмоции срачки и ругательства с членами семьи отрекания от своих дочерей и тому подобное нет а вот я хотела всегда чтобы из наших влогов с нашего канала вы черпали именно полезность не скажу что из всех видео можно подчеркнуть какую-либо пользу есть какие-то просто болтологические есть просто развлекательные есть ну да разные есть у нас видео и в том числе на старом канале поэтому каждый каждый найдет для себя то что ему интересно ну а за 7 я буду с вами прощаться далее не затягивать ваше внимание и желаю опять-таки приятных просмотров хорошего настроения на канале Вика Сиберия лайфвлог а также на старом нашем канале ссылочка в правом углу экрана семейный канал Вика и Игорь приятных просмотров хорошего настроения встретимся с вами завтра пока-пока 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 Субтитры подогнал «Симон»!